Розовый период В фигурах исчезает скованность, раздвигается пространство, тона делаются прозрачнее и воздушнее, застылась, меняется движением, французское начало смягчает испанскую жестокость. Гуманистическая тема, тема человеческой близости, входит в более широкое русло. Теперь она не замкнута на мотиве двоих. Перед нами большая человеческая семья или маленький коллектив, скрепленный братскими узами. Идеальная модель такой семьи – цирковая труппа, общество странствующих комедиантов. Они бедны и вольны, все в ответе друг за друга, взаимная поддержка является условием их существования вопросом жизни и смерти. По отношению к большому миру они отщепенцы, но тем теснее сплачиваются между собой. Предмет этот не нов для искусства. Чем более обострялись противоречия между общественными установлениями и самосознанием индивида, чем более человеческое очуждалось от общественного, тем более возрастало тяготение искусства к микрообществам, где отношения построены на чем-то ином, чем деньги и насилие. Искусство XIX, а потом и XX века пленялось своевольным миром цыганского табора, миром хмельной богемы, босиков и бродяг, первобытным миром далеких океанских островов и миром циркачей. Все эти мирки возбуждали симпатию художников еще и потому, что художники сами извергались обществом из системы нормальных связей и волей-неволей тоже образовывали свой собственный цыганский табор, раскидывающий шатры внутри больших городов, внутри Парижа. Начиная со второй половины XIX столетия, все великие течения французской поэзии и живописи сформировались в лоне богемы, в кабачках, кофейнях, чердаках, в подвалах Монмартра и Монпарнаса. Бродячим комедиантам отдавал свою самую большую нежность Диккенс. Во Франции о них писали и братья Ганкуры, Туофиль Готье, Жюль Валес, Гектор Мало, в России Куприн. Мотивами призрачного балаганщика был одержим Александр Блок. Цирку и мюзик-холлу посвящены картины Сюра и Тулус Лотрека. Даже у Сезанна появляются Орликин и Пьеро. Этот круг образов до сих пор манит художников, хотя уже стали реликвиями расписные повозки, в которых разъезжали по пыльным проселочным дорогам странствующие трупы. Фильмы Феллини «Дорога и ночь к Абири» напоминают о раннем Пикассо. Безнадежность в фильмах Феллини реальна, надежда фантасмагорична, но вместе с тем упорно и в своей стойкости обладает какой-то высшей реальностью. Мир акробатов у Пикассо – это реальность грез Кобирии, мир людей, которые нужны друг другу. Пикассо создает его своей волей, как все, что он когда-либо делал. Это созданный мир, а не скопированный, и реален постольку, поскольку создан актом воли. Пикассо нельзя упрекать в идеализации жизни циркачей, потому что с самого начала он и не задавался целью ее эмпирического отражения. У него иная система отчета. Рассказывается сага дружбы, связующей людей. Тут есть мотивы, освещенные вековыми традициями, по-новому осмысленные. Пикассо показывает нам семью Орликина – он, она и ребенок. Есть неожиданные. Взаимная преданность старого клоуна и маленького мальчика-акробата. Они не отец и сын, они друзья. Дружба соединяет взрослого юношу с подростком, мальчика с собакой, атлета-тяжеловеса с хрупкой девочкой и всех членов большой семьи между собой. В этой теме Пикассо увлекает пластический язык контрастов. Союз старого и молодого, грузного и гибкого. Девочка на шаре обладает в этом смысле какой-то волшебной непреложностью композиции. Закройте фигуру сидящего атлета и покажется, что девочка сейчас потеряет равновесие и соскользнет со своего шара. Закройте грациозно балансирующую девочку и будет казаться, что атлет никогда не встанет с тяжелого куба. Вместе они составляют как бы одно внутри себя уравновешенное целое, изящный иероглиф, объединивший знаки силы и легкости. Пикассо собирался написать две большие картины о странствующих циркачах, но закончил только одну. Композиция второй «Семья акробата» известна по наброскам, афортам и большой акварели. Персонажи, которых он много раз изображал по отдельности и группами, скомпонованы здесь в непринужденную многофигурную сцену на вольном воздухе. Тут все рассказано. Железная печерка розовеет гряда холмов. Старая женщина моет посуду. Другая несет хворост. Ребенок, ухватившийся за ее подол, тоже тащит хворостинку. Молодая мать весело поднимает над головой своего младенца. Двое малышей возятся в траве. Акробат наблюдают, как тренируется девочка на шаре. Мирное течение жизни, состоящее из простых, из вечных пластов. Труд. Забота о пище. Забота о детях. Труд акробатов опасен. Заботы нелегки. А пища скудна. Но все овеяно розовым светом идиллии. Как вольность весил их ночлег. И мирный сон под небесами. Другую из задуманных им композиций Пикассо довел до конца. Она известна под названием «Комедианты». И ныне находится в Вашингтоне. Это самое большое из полотен раннего Пикассо. Здесь комедианты не напревались. Поклажить за плечами они уходят. Мы снова встречаем знакомые фигуры. Высокого худого орликина. Толстого клоуна. Большого мальчика. И мальчика поменьше. Женщина на первом плане в углу. Та, что изображена на портрете московского собрания, называемом «Женщина с майорки». Написанная в нежных пепельных тонах в высоком головном уборе с изысканным жестом тонкой руки. На большой картине она сидит одиноко. Отдельно. Похоже, что другие ее ждут. А она идти не хочет. В комедиантах нет прозрачной сюжетной ясности семьи акробата. И чувствуется интонация тревожно-печального вопроса. Куда они уходят? Вечно уходят к пустынному горизонту, обреченные нигде не останавливаться. Поэт Рильке написал стихотворение, навеянное церковыми картинами Пикассо. Но кто они, скажи, эти бродяги, эти люди, еще немного более неуловимые, чем мы сами. Они опускаются опять на свой изношенный ковер, истрепанный их вечным кувырканием, на во вселенной затерявшийся ковер. Итак, Пикассо создает свой рай, печальный рай, скудный и хрупкий рай изгнанников. Комедианты уходят, чтобы исчезнуть за грядуем песчаных холмов, затеряться во вселенной. В творчестве Пикассо возникают мотивы, в которых больше классического, вечного. Исследователи считают заключительную фазу розового периода первым классическим периодом Пикассо. Это картины с обнаженными юношами, ведущими и купающими лошадей, с обнаженными женщинами за туалетом. А в это же время Пикассо начинает много работы в скульптуре. Он хочет найти и выразить прочные ценности, более прочные, чем призрачный мир комедиантов. В 1936 году Пикассо начинал уставать от владевших им жестоких образов, уставать от напряжения. Но события в большом мире, события в Испании резко все изменили. Как раз тогда, когда творческая энергия Пикассо как будто бы вышла по затухающей кривой, ей суждено было прийти к взрыву, еще не бывалому, к неслыханному фуриозу. Испанские события того времени общеизвестны. Напомним о них в самых кратких словах. С 1931 года Испания была республикой. С 1933 года ей приходилось непрерывно обороняться против напоров фашистской реакции внутри страны. Антифашистское движение вылилось в январе 1936 года в создание правительства Революционного народного фронта. В июле этого же года профашистская военная каста во главе с генералом Франко при самом прямом участии правительства Гитлера и Муссолини подняла мятеж против Народного фронта. Это явилось началом гражданской войны в Испании. Испанский народ первым принял бой против фашизма, но Пасаран стала боевым кличем всех прогрессивных сил мира. На защиту республики встали крестьяне, рабочие, интеллигенция. Вместе с ними сражались антифашистские интернациональные бригады добровольцев, прибывшие из других стран. Среди сражавшихся за свободу Испании были Эрнест Хемингуэй, венгерский писатель Матэ Залка, погибший в бою, советские писатели Михаил Кольцов, Илья Эренбург. Теперь Пикассо, художник, дотоле считавшийся далеким от политики, показал свой новый лик политического борца. Когда Испания стала республикой, незадолго до начала гражданской войны, была впервые устроена большая выставка работ Пикассо. Ее организаторы, художники, архитекторы и поэты принадлежали к тем, для кого защита республики была вопросом жизни и смерти. Через их посредства стал действовать и Пикассо. Республиканское правительство назначило его почетным директором музея Прадо в Мадриде. И он принял назначение. Он, когда-то сказавший, наши музеи только куча лжи. Причем находились люди, имевшие наивность понимать это буквально. Он продавал свои картины и вырученные деньги вносил фонд обороны. В январе 1937 года он написал яростный панфлет «Мечты и ложь Франка», сопроводив его иллюстрациями. Эти иллюстрации были размножены в технике акватинты и распространялись в виде почтовых открыток. Доход также поступал в фонд республики. Следует серия ужасающих сцен гибели и разрушения, которые сеет омерзительный рыцарь. Пожары, убитые женщины, убитые дети, обезумевшие матери. Мы встречаем здесь образы, притворенные затем в гернике, и первый вариант плачущей женщины, написанный уже после герники. Появляется и мохнатый бык, но в этой суете он символизирует силу и стойкость сопротивления. Он молча наступает на диктатора в то самое время, как всеобщий крик ужаса и гнева поднимается к небесам. Крик детей, крик женщин, крик птиц, крик цветов, крик камней, крик кроватей, стульев, занавеси. У Пикассо еще никогда не было до такой степени мучительных, экспрессивно-патетических образов. Но именно теперь, перед лицом действительных событий, они не выглядели искажением реальности, они дышали правдой. 26 апреля 1937 года мир узнал о новом злодействии фашистской авиации, уничтожившей за одну ночь городок Гернику в стране Басков. Герника – маленький город, всего с пятью тысячами жителей. Но это был не просто маленький город, а священный город Басков, коренного народа Испании. Там хранились редчайшие памятники его старины и культуры. Правительство Народного фронта в 1936 году предоставило автономию стране Басков. Франкистский режим ее отнял. Разрушение Герники вместе с реальным убийством двух тысяч мирных жителей должно было стать символическим убийством национального достоинства целого народа. И именно это событие явилось толчком к созданию великого произведения, воззвавшего к совести и разуму человечества. Пикассо еще в январе получил заказ республиканского правительства исполнить панно для испанского павильона на международной выставке в Париже. Он медлил, обдумывал тему. Преступление в Гернике стало для него искрой, упавшей в громадную гору накопившегося горючего материала. Темпы создания Герники кажутся невероятными. Нужно иметь в виду колоссальные размеры этого панно. Три с половиной метра в высоту и около восьми метров в длину. Художник написал его меньше, чем за месяц. 26 апреля была бомбардировка Герники. 1 мая Пикассо сделал первый набросок карандашом будущей композиции. 11 мая приступил к работе над холстом, а в начале июня готовое панно уже висело на международной выставке и мгновенно получила известность во всем мире. Общая концепция, как она вырисовывается уже в первых эскизах, примерно такова. Катастрофа происходит в тесном пространстве, словно бы в подполье, не имеющем выхода. Все гибнет. Только бык возвышается над поверженными, вперяя перед собой неподвижный, тупой взор. В это подполье стремительно врывается откуда-то сверху женщина с профилем античной богини. В выброшенной вперед руке она держит горячий светоч, ее рот широко открыт, она кричит. Кажется, она кричит, что вы наделали? Но уже никому ее не услышать. Строгое, почти классическое построение не сразу осознается зрителям. Оно осложнено и завуалировано дробными пересечениями плоскостей, линий, лихорадочными всплесками света, перемежающегося с темными провалами. Хаос гибели взрывает классическую архитектонику. Она не заявляет о себе, но подспудно действует, возводя гернику к сфере монументального вечного. В гернике слышится не просто вопль отчаяния, но трубный глаз трагической музыки. И то, что картина почти лишена цвета, ограничена гамма и черного, серого и белого, отвечает духу трагедии. Трагическое это царство ночи, смытых красок, обесцвеченных тел. Здесь присутствует графический символ глаза солнца, но само солнце исчезло. Его заменяет пронзительное, мертвенное свечение электрической лампы. Признание примечательное вдвойне. Оно примечательно, потому что сделано не молодым художником, легко увлекающимся, не устоявшимся, а старым маститым мастером, который всю жизнь, не сворачивая, шел по избранному им пути строгого и возвышенного реализма. Поразительно в гернике то, что при явной и крайней условности ее сюжета, форм, композиции, она создает иллюзию чего-то безусловного, реально происходящего. Нравственный пафос герники определен, хотя плакатного противопоставления доброго и злого в ней также нет. Что же касается характерных форм, искаженных, фигур с вывернутыми конечностями, безлобными лицами, разбросанными глазами, подобное было и в прежних опытах Пикассо, но там воспринималось как иррациональное, как область дразнящихся объективных ассоциаций, а в гернике формы становится неожиданно понятно в своем эмоциональном ключе. Внушенная испанскими событиями герника выходила за временные и пространственные границы. Она предрегала грядущие бедствия, которым еще нет имени, у которых еще нет лица. Фашизм здесь осмыслен как нечто более широкое, чем диктатура Франка, чем интервенция Гитлера. Это зло, разлитое в сгустившейся атмосфере 20-го столетия, просачивающаяся в шели непрочного дома, как невидимое излучение, отравляющее источники жизни. Весь ужас, происходящего в гернике, в том, что не видно, откуда надвигается беда, неизвестно, где спастись и кому сопротивляться. Возникает глухое ощущение, какой-то всеобщей вины у самих жертв, виноватых без вины, но все же виноватых. Как земная влага испаряясь собирается в тучу и обрушивается на землю грозой, как вина живущих на земле, вина их жестокости друг к другу и пассивного подчинения законам зла, накапливаясь, обрушивается на них свирепой карой и негодующий возглас гения света в сущности обращен ко всем. Субтитры создавал DimaTorzok